Приветствую, друзья! Вот мне пишут вопросы. Там вот один вопрос такой. У меня, говорят, внуки маленькие, и, значит, они спали до пяти месяцев на подушке. И нормально спали вроде бы. А потом вот, ну, сноха или кто-то там посмотрели в интернете, что надо детям спать без подушки, теперь они и кашляют, и, значит, носом не дышат. Как правильно? Ну, вот я там ответил, что вообще в интернете очень много пишут просто наивных вещей, глупостей откровенных, правильных вещей просто много пишут. Потом много пишут каких-то таких неадекватных вещей, чтобы действительно народ запутать. Ну, много чего там пишут. Поэтому главное ко всему относиться критически. Для этого есть у нас разум. Потому что если кто-то написал, надо спать с подушкой или без подушки, не надо невольно сразу этому подчиняться. Надо просто поискать, подумать. Что такое думать, анализировать? Это значит сравнивать. Сравнивать. Там посмотрел, здесь посмотрел, там посмотрел, там посмотрел, сравнил. Да, и вот это на этом сравнении происходит у нас как раз таки здравый смысл. Потому что если мы будем только один источник брать и его всё время смотреть, вот, например, как пропагандистские такие материалы, то мы всё время будем как попугаи, потому что нам не с чем сравнивать. Мы не можем понимать, что происходит на самом деле. И превращаемся в попугаи, то есть в трансляторы. Ещё мне задали вопрос, как я вообще к воинам отношусь. Ну, конечно, плохо. О чём тут меня-то спрашивать? Я же создал школу Человек Будущего, чтобы сократить войны и кризисы на планете и потребности карстах уменьшить. Потому что войны действительно, на самом деле, с одной стороны, они устанавливают новый порядок, очищают там и так далее. Но какой ценой? Это же экстенсивный путь развития, многозатратный путь развития, нечеловеческий путь развития. А есть интенсивный путь развития. Но это когда устанавливается согласованность между духовными и материальными ценностями. Отсюда же всё происходит. Потому что природа человека так устроена, что всё время ищет баланс между духовными и материальными ценностями. Потому что имеет не только душу, как говорится, но и тело. Тело требует пространства, времени, питания, воздуха. Оно занимает место. Понимаете? И вот это как согласовать, например, что человек нуждается, у него есть духовные потребности, человек по природе-то творец, потому что в нём вся эволюция, его развитие, он итог, он результат этой эволюции. Он творец по природе. И заставь человека не любить. Я уже говорил за много раз. И не сможешь. Заставь его не творить. И не сможешь. Заставь не сопереживать по-человечески. И не сможешь. Потому что человек по природе. Ну, поэтому, говорят, душа. Душа, а не только тело. Ну, вот в этом вечные проблемы. Как согласовать? Как сделать так, чтобы человек занимался любимым делом? Созрит, дал. Ну, ещё и деньги зарабатывал, чтобы жить мог. Ну, как это согласовать? Вот это проблема как раз-таки всё время и нерешённая. И поэтому, сколько существует человечества, у него есть моменты, этапы, войн и так далее. А люди должны развивать в себе человечность. Поэтому у нас школа «Человек будущего» это школа человечности. Поэтому спрашивают меня, например, как я отношусь к войну. Ну, как же плохо отношусь? О чём тут речь? Это ещё говорит о том, что этот человек, может быть, просто не посмотрел, чем занимается школа «Человек будущего», Homo futurus. И ему настолько больно, что он хочет, чтобы я прямо глаз на открыто это ещё раз ему сказал, чтобы его поддержать. Да, я поддерживаю тебя. Это плохо. Да. Это плохо. И мне очень тяжело. Потому что, когда я наблюдаю вот эти вещи, а я сравниваю, я сравниваю, смотрю, я не верю только одному источнику, я всё время сопоставляю. И вам советую это делать. Сопоставляйте, пожалуйста. А что ещё говорил Великий Пирогов? Он говорил, эффективность медицины зависит от организации. Поэтому я вам предлагаю сопоставлять. И второе я предлагаю. Агитируйте людей, пожалуйста, чтобы они ставили на кнопки записаться на нашу школу, на YouTube мой записаться, чтобы кнопку нажимали. Записаться. Почему? Потому что только вместе мы все. И вот я смотрю, у меня там 140 тысяч подписчиков, и остановилась. А почему? Потому что каждый смотрит, получает интересную информацию, и думает, ну, другой подпишется. Это у нас такая коллективная безответственность. Да, мы к этому приучены. Но не только мы, это все так обычно. Все так обычно думают, ну, раз много людей, ну, наверное, кто-то и нажмёт, кто-то и подпишется. А я в следующий раз просто так возьму. И не подпишусь. Ну, не подписывайся. Поэтому школа как бы остановилась. А эта школа вообще для того, чтобы, повторяю, сократить кризисы и войны на планете. Помочь человеку продлить своё творческое долговетие. Эта школа для того, чтобы научиться озаряться по заказу. То есть, ну, у нас бывает озарение, когда нам подсказывают провидения, да, или как по-другому сказать, поэтихи. А тут по заказу, вот изобретения, как делаются. если человек абсолютно уверен, что он вопрос решит, его мозг способен найти решение. А если он сомневается, решит он вопрос или нет, а вот чтобы он был абсолютно уверен, что вопрос будет решён, ещё не знаешь как. Ну, ты вот просыпаешься с ощущением, что ты решишь этот вопрос. Я вам это прямо сейчас, эту идею вам, она сказана не мной, она сказана великим изобретателем, с которым я хочу вас познакомить. А прежде я вас познакомлю с Калошиным, тоже великий изобретатель, который создал идеальные решения и так далее. Это участники были школы ТРИС. А тут вообще такой изобретатель, который на самом деле на всей планете самый великий изобретатель. Он сказал, если ты уверен абсолютно, что ты решишь вопрос, ты его решишь, мозг тебе найдёт решение. А если ты сомневаешься, ну, это блок. А мы как раз таки занимаемся раскрепощением, снять нервномышные зажимы, снять зажатость, освободиться от блоков ума и тела. А блоками ума являются ещё и страх, комплексы, стереотипы мышлений. А в теле это зажатости. И когда вы сильно мобилизованы, решить какой-то вопрос, нервничаете, вы зависаете. А когда вы делаете приёмы ключа, раскрепощаетесь. Да, и научаетесь лучше думать. И так, чтобы думать, надо сопоставлять. И так, чтобы думать, надо снимать нервномышленные зажимы. И тогда научитесь чувствовать, что вы абсолютно уверены решать какие-то вопросы, и вы начнёте лучше их решать. И мир тогда улучшится. Потому что творчество, запомните, пожалуйста, это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. До встречи, друзья!